Новые видео каждый день в 8 и 11 утра. Добро пожаловать в столовую Савенка, ребята. Мы вернулись в бесконечное лето и у нас тут творится не пойми что. В прошлой серии мы видели настоящего призрака. Откуда он? Что это за призрак? Это призрак вожатый? Или это вообще какой-то левый призрак? Или это вообще не призрак? Я думаю, что мы с вами узнаем. В этой серии или не в этой, я не знаю, но надеюсь, что вы поддержите лайком этот проект. А мы с вами будем быстренько продолжать. Я поспешил переодеться и пришел в столовую с небольшим опозданием. Семен, опаздываешь? Давай, вон там место есть. Сесть в Мику не получилось, они с Алисой и Ульяной устроились в своем уголке. Неожиданно появилась запыхавшаяся Славя. Ольга что-то спросила у нее и показала мою сторону. Не возражаешься, если я с тобой сяду? Припозднилась я с этим переодеванием. Садись, конечно, приятного. Спасибо, спасибо. Ой, смотри, еще один опоздавший. Толик, иди к нам. О, Толик с нами тут будет. Бегу. А то уж думал, мест не найду. Ждать придется. То есть Толик у нас уже как этим корешом стал таким. Так, когда мы закончили с едой, к нам подошла Алиса и, не обращая внимания на нас со Славей, потянула Толик и за рукав. Вставай, пошли, репетировать будем. Ну, я вроде как Славе и Семену помогал. Вожатая ругаться будет. А откуда она узнает? Если, конечно, никто жаловаться не побежит. Алиса, давай без намеков. Мы же договаривались. До обеда Толик у вас. После обеда с нами. Да, Толя? Так-то оно так, но... Да мало ли что договаривались. Ну, не вредничай. Нам концерту готовиться надо. Алиса, я не вредничаю. Ну, давай так. Еще час поработает с нами и забирайте. Мы вдвоем никак не управимся. Полчаса, не больше. Хорошо, полчаса. Я за ним приду. Толян, держись. Да ладно тебе. Алиса развернулась и подошла к беседующим в сторонке Мику и Ульяне. И они втроем вышли из столовой. Ну, пойдем. Семен, а ты где инструменты оставил? У кибернетиков? Сразу же за дверью лежат. Они запрут. Мне ведь вчера... Мне их вернуть-то надо. Не волнуйся. Не украдут. Ааа, тебе легко говорить. Мне электрик сказал. И не вздумай что-нибудь потерять. Ооо... Плохо будет, если потеряем. Инструмент оказался на месте. Под стенкой кружка юных техников стоял большой транспарант с надписью Добро пожаловать, натянутый на деревянную раму. Рядом лежала старая деревянная лестница. Я сглотнул. Лезть наверх по этой развалюхе уж очень не хотелось. Совсем не высоко, конечно, но как-то страшновато. Ну, Семен, давай на лестницу. Мы тебе его подадим. Прибьешь крючок, мы его зацепим за один угол, потом выровняем по нему второй. И все. А я потом, наверное, в волейбол сыграю. Не хочешь со мной? Жарковато. Да и не умею я. А чего там уметь? Я тебя научу. Не переживай. Интересно, почему столько внимания? Ты что, совсем не устала? Отчего? Вы всю работу сделали. Я так, траву подергала. Ну, кто наверх? Семен, ты? Ой. Я отвел Толика в сторону. Толя, тут такое дело. Можешь сам залезть? Чего? Я высоты боюсь. Только славе не говори. Да ладно. Ладно. Ну, хорошо. Подержи лестницу. Значит, мы все-таки это и сделали. Толя забрался наверх по лестнице и принялся размечать места под крючком. А, под крючки для транспаранта. Слава помогала ему снизу, а я ждала, пока понадобится моя помощь. На дорожке появилась тяжело навичная Алиса. На каждом плече у нее висела пегетарь, а в руках она тащила большую коробку. Подойдя к нам, Алиса недовольно посмотрела на меня, потом на Толика, увлеченного возившегося с рулеткой. Ох, тяжело-то как. Она поставила коробку на землю, поправила ремни гитар на плечах и с нажимом поинтересовалась. Семен, вот я не поняла, почему Толя наверху, а ты тут. Я тут надрываюсь и шачу, а ты стоишь и за лестницу держишься. Ну, так вышло. Вы скоро там? Скоро. А полчаса еще не прошло. Ты чего пришла? Да гитары в клуб несу. Чуть руки не оторвало. Решила вот Толика назад забрать. Ну, что ж ты сразу все ухватила? Хочешь, я нести помогу? Нет, это не все. Я лучше Толика подожду и с ним перетаскаем. Толя, давай живее там. Сейчас. Мальчики, девочки, мне отойти надо, я скоро вернусь. Алис, ты помоги, если что, ладно? Что? Славка, я вообще-то сама за помощником пришла, а не помогать. Алиса, ну будь другом. Постой тут пять минут. Присмотри, чтобы не перекосили. Я туда и обратно. Ладно, ладно. Посмотрю. Нет, я удивляюсь. Как это у тебя вообще выходит? Просто я волшебное слово знаю. Пожалуйста. Иди уже, волшебница. Только смотри, недолго. Да, поставь ты гитары. Чего ты их держишь? Тяжело ведь. Да, точно. Алиса бережно устроила гитары на крыльце клуба. Коробку и стойку оставила посреди дорожки. Затем запрокинула голову и недовольно поинтересовалась. Ну, что там у вас смотреть-то надо? Смотри, я здесь крючок приделаю, а вон там слева второй уже прибит. Глянь со стороны. Ровно? Да, вроде бы. Не вижу отсюда. Да нормально. Прибивай уже. Да пошли. Семен, давай транспарант. Сейчас мы его... Алиса, ну посмотри еще разок. Я с натурой поднял тяжелую деревянную раму, обтянутую холстом, и поднес ее к Толику. Тот ухватился за нее и принялся двигать вверх-вниз, пытаясь сделать ровно. Я удерживал вторую сторону, стоя на земле, а Алиса следила, чтобы мы ничего не перекосили. Кажется, она вошла во вкус и с удовольствием командовала процессом. Левее. Так. А теперь повыше. Так, хватит? Да, все там ровно. Хорош уже. Упс. Алиса сделала несколько шагов назад, споткнулась о стоящую на земле коробку. Да, прокинулась, на землю высыпались какие-то железки, чайные чашки, банка с сахаром, гитарный ключ. Свернутые в кольцо струны и еще много всякой всячины. Ах ты, зараза такая. Она нагнулась и принялась собирать все обратно в коробку. Короткая форменная юбка высоко задралась, открыв увлекательный вид на две розовые половинки, едва прикрытые узкими ярко-оранжевыми плавками. Я почувствовала, что краснею. Семен, вывеску подай. Я не отводя глаза от Алисы, машинально стынул транспарант в его сторону. Рама уперлась во что-то мягкое. Ай, ты что делала? Затем сопротивление внезапно пропало и лестница заскрежетала по стене клуба, поваливаясь на бок. Заваливаясь. Нужно было придержать ее, а я впал в ступор и мог только смотреть, как он летит вниз. Ребята. Конечно, высота небольшая, но я зажмурился. Алиса выпрямилась, какую-то секунду соображала, что происходит, а затем бросилась к лежащему пионеру. Толик, что с тобой? Зовите медсестру! Толик сидел на земле среди обломков лестницы и транспаранта. Он держался за руку, которая на глазах опухала. Ах, рука, больно! Рыжая пионерка впервела в меня негодующий взгляд. Сенька, это ты специально, да? Дурак, криворукий, ты посмотри, что ты наделал! Прости меня, пожалуйста. Толя, ты живой? Я не хотел, честно. На шум подошли несколько незнакомых пионеров. Они молча смотрели на нас, видимо, не зная, что делать. Рука болит. Алиса, я к медсестре пойду. Ты гитары отнеси сама, ладно? А ты сам-то дойдешь. Может, тебя проводить? Давай Ульянку позову. Ну чего вы стоите, глаза пучите, а ну помогите ему кто-нибудь. Толик взмахнул здоровой рукой. Дойду, дойду. Не суетись. Вроде только руку ушиб. С помощью Алисы Толик тяжело поднялся и захромал в сторону медпункта. Ой, плохо. Мне стало очень стыдно. Алиса посмотрела вслед уходящему товарищу и снова переключилась на меня. А ты чего вылупился? Ты понимаешь, что ты натворил? Я попытался успокоить ее. Да я же не специально. Ну не кипятись ты так. Игровоображение, конечно... Игровоображение, конечно. Но мне причудилось, что из ее ноздри повалился дымок. Не кипятись? Да ты единственному басисту в лагере руку искалечил. Недель подготовки на смарку. Кто на басу играть будет? Алиса, ну хватит. Я правда ненарочно. И вообще, если бы ты ебку подлиннее носила, ничего бы не случилось. А то сверкаешь тут. Конечно, я отвлекся. Алиса прозорела, потом покраснела, потом приобрела дивный свекольный цвет. Она перехватила инструмент за гриф и замахнулась гитарой, как Джимми Хендрикс на колонку. Голос ее взлетел куда-то в область ультразвука. Мамочка, ребята. Скотина! О, она что-то с гитарой шмякнула? Последнее, что я разобрал, это надпись электрогитара полуакустическая, четырехструнная. Цена 129 рублей. Ленинград, улица Ча, несущаяся к моей голове. Дальше был негромкий хруст и тишина. Почему-то очень захотелось узнать, как же называлась улица. Но кто-то слишком быстро погасил свет. Пятая, она нас шмякнула гитарой. Хо-хо-хо. Кошмар. Сдавай. Ай, большой красный автобус в зеленых очках сидел напротив меня и неторопливо попыхивал сигаретой. Чего, зажатый в переднем колесе? На коленях у него выседала крупкая девочка в рваном платьице и шевелила кошачьими ушками. Я перевел взгляд на свои руки. Колода карт, зеленое сукно. Где я? Ну, сдавай уже. Ладно, я перетасовал колоду, дал ему снять, что он и проделал свободным колесом. Очень изящно, надо сказать. Одна, две, пять. Слушай, ты, извини, но ты ведь автобус? Да, что? Когда я угощал тебя пивом, тебя это не смущало? Неправда. То-то же. На руках у меня было две пары. Неплохо, можно играть. На что играем, кстати? Как обычно. Это как? Сенька, хватит вертеть хвостом. Прости, Юля. Давай, менять будешь, нет? Одну. А ты? Мне хватит. Я подменила одну карту. Джокер. Неплохо, получается фулл хаус. Вскрываемся? Девочка наморщила нос, а потом заревела. Автобус укоризненно покачал кабиной. Ты охренел так шутить? Лену только закопали. Свинья ты, вот что. Прости, я не... А, ну да, ты же не в курсе. Но больше так не шути. Открываем карты. А то. Я выложил свои на стол. Автобус ехидно ухмыльнулся. Не твой сегодня день. У меня каре. Ну, давай. Что? Будешь меня купать сегодня. Вот тебе орудие труда. Он протянул мне носовой платок и ведро воды. Девочка отплясывала на столе и напивала. А немытым трубочистом стыды срам. Я дисциплинированно постарался смыть корку грязи с его огромного корпуса. Но он был покрыт ей в несколько слоев. В отчаянии я стукнул по ведру, и ледяной поток потек по моему лицу. Ребята, что за наркомания? Это что такое вообще? Меня ударили гитарой. Прррр, холодная. Ой, Алис, смотри, он пришел в себя. Сеня, ты нас так не пугай. Ой, ой, ой. Ребята, уши. По-моему, плохо дело. Когда я смог открыть один глаз, то первое, что увидел, знакомые белые и зеленые полоски. Почему-то мелькнула неуместная мысль. Три дня прошло. У нее все такие же в полосочку, или она снова ту самую пару надела. Я лежала на матрасе, расстеленном прямо на полу музыкального кружка. Рядом сидела Мику и выкручивала мокрое полотенце, готовя снова положить его мне на голову. Кажется, кроме шишки ничего страшного не случилось. Мику успокаивающе погладила меня по голове, отчего боль сразу утихла. Такая симпатичная девушка за мной ухаживает. Удар по голове показался не слишком высокой ценой. Холодная ткань снова легла мне на лоб. Мику улыбнулась. Я не хотел, но как-то само вышло. Ты как? Прости Алису, пожалуйста, она не со зла. Просто импульсивная такая. Она так хотела выступить, так хотела сыграть, а тут Толика увезли. А без бас-гитары ничего не выйдет. Ну правда, так все неудачно сложилось. Ничего, что мы тебя здесь положили. Виола пришла, тебя посмотрела, сказала, что все нормально, только голова поболит. А в медпункте, пока Толика осматривали, на шатырь разбили. Мы предложили тебя здесь и оставить, а то ведь на шатырь он пахнет плохо. Им потому при обмороках и нить ее рассуждений, как обычно, ушла куда-то в сторону. Я осторожно приподнялся. Подождал, пока комната перестала качаться и осмотрелся. Притащили сюда? Почему сюда? Ну, вообще-то да, домика было дальше. Может, из-за матрасов? Да какая разница вообще? Сейчас музыкальный кружок не был таким чистеньким и нежилым, как пару дней назад. По углам лежали ноты, на тумбочке стояли уже знакомые мне чашки и чайник, а в дальнем углу висели кеды. Ударная установка была собрана и стояла у рояля. А под стенкой стоял разобранный усилитель. На винтовом табурете от пианино сидела Алиса и колдовала над электрогитарой. Кажется, она слегка успокоилась, хотя все равно злобно сопела и шипела сквозь зубы что-то неразборчивое, но явно нелесное. На полу валялся уже знакомый мне черный кот. Босой ногой Алиса поглаживала его мягкое брюхо. Тот в экстазе обнимал ее ступнью, лапами и облизывал пальцы. Кот фут-фетишист. Так прошло несколько минут. Я озирался, Алиса ворчала, Мику просто смотрела на нас, накручивая волосы на палец. Наконец Алиса шмыгнула носом и, виновата потупившись, спросила. Ты как, Семен? Голова сильно болит? Живой? Как себя чувствуешь? Я решила не заострять конфликт и попробовала шутиться. Как будто гитарой шарахнули. Дурацкая шутка, но все-таки сработала. Алиса слегка улыбнулась и снова потупилась. Ты извини меня, пожалуйста. Не сдержалась я. Но ты и сам виноват. Ой, прости. Я нервничала. Ты такое сказал. Я от стыда. Ну, вот. Ну, не сердись. Ладно. Ладно. Я и сам хорош. Как Толик. Плохо, Толик. Сам в порядке, но рука распухла. Наверное, сломал. Я понимаю, что ты не хотел. Но мы в полной жо... беде теперь. Его на рентген в город увезли. А играть точно не сможет. Извините вы меня. Честное слово, случайно получилось. Отвлекся. И... ты понимаешь. Ну, все-все. Помирились и ладушки. Толик жив-здоров. Ну, то есть, скоро будет здоров. Только что мы... что мы делать-то будем? А жалко, только-только сыгрались. И остались без басиста. А без него плохо и звучать будем. Бледно и неинтересно. Без баса никак. Алиса удрученно махнула рукой. Да здесь одно сплошное никак. Раз в жизни выпал шанс на сцене выступить, когда еще такое будет. И на тебе. Из-за одного пионера все коту под хвост. Мяу. Мяу. Прости, пират. Я не про тебя. Тем более, эти иностранцы слов не поймут. Надо музыку дать. Ритм. А без баса какой ритм? Мику, а ты не сможешь? Ну, если я одна на гитаре буду. Ой, Алиска. Ну, ты же знаешь, на басу мне тяжело. У меня пальцы слабые. Я на гриф струны не прижму нормально. Ты ведь знаешь, струны есть разного натяжения. Так вот, тут они стоят очень толстые. У меня сил не хватит. Я, конечно, могу и с Пандером позаниматься до концерта. Может, и успею, но все равно. Кто тогда на второй гитаре будет играть? Нет, 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 не вариант. Хотя я могу переписать наши партии так, чтобы... Алиса страдальчески подняла глаза к потолку, слушая ее щебетание. Мику гениальна в числе музыки. Ходили слухи, что она может играть на любом из инструментов, что были в кружке от тромбона до рояля. Кроме того, у нее потрясающий чистатый голос. Но вот если она начинала говорить о чем-то, то... Кажется, Алиса уже привыкла к такой манере. Просто подошла к ней со спины и мягко, но настойчиво прикрыла ей рот ладонью. Мику по инерции попыталась сказать еще несколько слов, потом вздохнула и замолчала. Извини, что перебила. Все-все, я поняла. Ты не можешь. Тогда раз нет басиста, надо гитариста. Хоть плохонького. Переучим. Может эту, как ее, Лилю, Алену? Ну, что из третьего отряда. Она у костра под гитару пела, помню. Но она меня не любит. Я ее... ей там на пляже... Не важно. Может, попросишь ее с нами сыграть? Да я ее не знаю совсем. Приду, начну спросить сыграть. Давай лучше электроника попросим. К ней сходить. Кажется, он ей нравится. Но он и так занят по уши. Да и не умеет он с девушками договариваться. Но где же мне найти человека, знающего где у гитары гриф? Музыкальная школа называется. Одни скрипачи да кларнетисты. Что бы их. Мику наморщила лоб, а затем довольно щелкнула пальцами. А вот Семен, кажется, что-то умеет. Помнишь, Сеня, ты когда-то с бегунком приходил, что-то наиграл. Хорошо получалось. Я? Голова болела, так что я не сразу поняла, о чем это она. Играл? Точно, был такое. Играл. Ну, конечно, было. Помнишь, там еще приятная мелодия такая. На лице Алисы появилось выражение кошки, увидевшей воробья. Семен, у тебя совесть есть? Ты нас оставил без басиста. Сам умеешь играть на гитаре. Смотришь на мои страдания и молчишь. Ну, кто ты после этого? Да не умею я. Ну-ну. Не ври мне. Честно, не умею. А Мику говорит, умеешь. Вот, все само собой решилось. Микуля, ты молодец. А ты, член-вредитель, не бойся. Ничего сложного, это же бас. За неделю мы тебя поднатаскаем, и все будет хорошо. Кажется, она слишком размечталась. Я и забыла меня спросить, хочу ли я вообще играть. Подожди, Алиска, я говорю тебе, что я не умею. И за неделю не научусь. Ну, во-первых, не за неделю, а за 12 дней. А во-вторых, ты даже не представляешь, сколько можно выучить под нашим чутким руководством, занимаясь по 12 часов в день. Сколько, сколько часов? Ну да, я понимаю, маловато. Но тебе же еще спать и кушать надо. Больше 12 не получится. Зато смотри, мы тебя освободим от работ. Никакой краски, гвоздей, пыли, грязи, никаких тяжестей и подметаний. И в компании трех очаровательных девушек. И вину перед нами, особенно перед Толиком, загладишь. Давай, Семен, не ломайся. Я даже не знаю, ребятам помощь тоже нужна с трибунами. Режим соблюдать надо. И Лена с Виолой попросили помочь в медпункте. Да и вообще... Продолжая отникиваясь, я медленно отступала к двери. Шаг, еще, еще, пауза, еще шаг. Вроде бы дистанция подходящая. Есть! Я бросился к двери и толкнул ее. Заперта? Что за чертовщина? Я лихорадочно искал замок. Бросив взгляд через плечо, я увидел Мику и Алисы, медленно идущих ко мне. Все выглядело как в ужастике. Сема, вернись. Нет! Я очень прошу. Не подводи нас. Нет, не буду. Не умеешь? Заставим. Не хочешь? Научим. Без меня. Шпингалет обнаружился у самого пола. Заперт. Они ожидали, что я попытаюсь убежать. О-оу. Я открыл дверь и успел взять шаг за порог, когда сзади донеслось. Мику, хватай! Не дай уйти, я тебе пирожное дам! Попался! Тут же меня ухватили за воротник и втянули назад. О-оу! Ребята, что у нас тут происходит? Не знаю, как это у нее вышло, но непонятная сила увлекла меня вниз, мягко уронила на пол и тут же прижала к нему. Рубашка жалобно затрещала, но пуговицы выдержали. Как-то... Мику удержала цепка, но руку не ломала, просто не давала освободиться. Какие крепкие у нее пальцы, окажутся такими тонкими и изящными от гитары, наверное. Попался! Сдаюсь! Как ты это сделала? А это джиу-джитсу. Мама меня научила нескольким приемом. Рассказывала, что это может меня защитить, если я встречу преступника. Конечно, я и подумать не могла, что буду ловить басиста для нашей группы. А ведь и правда, преступников, наверное, чаще, чем музыкантов... А... А, больше, чем музыкантов. А может и наоборот. Интересно, кто-нибудь считал? А как их сосчитать-то? Ведь у всех спрашивать надо. Да, если врать будут, вот я бы преступником была, не созналась бы. Я больно тебе не сделала. Я постаралась мягонько. Ты не ушибся? Мягонько, мягонько. Вот в Японии, говорят, такие мастера, если тебя бросят, то сразу ломается пара костей. Ииии... Если я и тебе и сломала руку, глупо бы вышло, правда? Тебе не больно? Я слегка пошевелила рукой, по-прежнему прижатой к ее груди. Мне показалось, или она вздрогнула? Нет, нет, нормально. Держи покрепче, а то убегу. Она послушно сжала мое запястье, еще плотнее прижав ее к себе. Снова держусь за руку с девушкой. На этот раз той, которая мне нравится. Ну, не я держусь, а она меня держит, но все равно здорово. Может, и не очень романтичный первый раз, но уж как вышло. Куда ты убежишь? Куда-куда? В дверь, конечно. А потом вы с Алисой будете меня искать, а я буду прятаться под кроватью вожатой. Ну, не убегай, пожалуйста. Алиса расстроится. И я тоже. И Ульяна. Правда, она еще не знает, что случилось, но когда узнает, будет рада. А может и расстроится. Ей, по-моему, нравится над Толиком подшучивать. В общем-то, мы с ним только-только познакомились. Особо и не дружили, но все равно. В этот раз я надеялся, что она будет говорить подольше. Уху и щеке было тепло и приятно. Ощущение груди Мику под рукой было просто непередаваемым. Пришлось согнуть ноги, чтобы реакция моего организма не так бросалась в глаза. Ох, ребята. Алиса разглядела, что лицо у меня не сильно-то несчастное. Скорее наоборот. Ладно, отпусти его, Микуля. А то смотри, как он лыбится. Сейчас помрет от счастья. Сень, ну войди в наше положение. Нам правда очень нужна твоя помощь. Наверное, она очень не любит просить. Тем более у человека, который перед этим стукнуло гитарой по голове. Мику помогла мне подняться и повисла на моей руке. Приятное тепло разливалось от того места, где мы соприкасались. Если она прижмется еще хоть немножко сильнее, то у меня и вправду лицо от счастья треснеть может. Ой, ребята, какая тут романтика. Сень, помоги нам, пожалуйста. А я за это с тобой в кино пойду. И на танцы, и рубашку тебе постираю. Хочешь? Ну скажи, что ты согласен. Она еще спрашивает. Ах, с другой стороны, если ты откажешься, подключилась Алиса, то я тебе устрою веселую жизнь. А скалопендры и ведро воды покажутся отдыхом. Ты будешь бояться есть, спать, ходить в душ. Ты ведь не сомневаешься в нашей с Ульянкой изобретательности? Оригинальная у нее манера просить о чем-то. И она ставила на нее палец. Ты нас не пужай. Мы уже пужатые. Кажется, эту хохму здесь еще не слышали. Алиска удивленно вскинула брови. Чего? Куда-куда жатые? Того самого. Не пугай, говорю. А ты о чем подумала, творческая натура? Мы с ней в хором рассмеялись. Мику присоединилась к нам, деликатно прикрыв ладошкой рот. Кажется, напряжение спадало. Алиса не собиралась отступать и снова подергала меня за рукав. Ну, какой будет твой положительный ответ? Да, Сеня, что ты решил? Алиса смотрела с нажимом Мику просительно и ласково. Кнут и пряник. Хороший коп и плохой коп. Самое смешное, что на самом деле мне очень захотелось согласиться. Но вламывать по 12 часов в день, конечно, не хотелось. А вот сама идея того, что я кому-то нужен, была непривычной и очень нравилась. Несмотря на то, что перед этим нуждающиеся приласкали меня гитарой по голове. А может именно поэтому? Последствия удара и все такое. Подумать я не успел. Девчонки подхватили меня под руки и вопросительно смотрели в глаза. Стены моего бастиона дали трещину. Черт с вами. Давайте попробуем. О-о-о! Минус 10 к интеллекту. Неправда. Это неправда. Пионерки пришли в восторг. Алиска изобразила нечто, напоминающее боевой танец индейцев. А Мику просто зааплодировала, предусмотрительно стоя между мной и дверью. Тут она о чем-то вспомнила. Эй, Алиска! Чего? Пирожное давай. Какое пирожное? Микуля, ну откуда я его возьму среди леса-то? Я так сказала, в общем. Ничего не знаю. Обещала, давай вкусняшку. Ну, скушай мою булочку. И завтра, и послезавтра. Я булку не хочу, я от них толстею. Гитарист сказал, гитарист сделал. Давай пирожное, а то напишу тебе такую табулатуру на концерт, что пальцы сломаешь играть. Эм, ну ты ведь выучить так и не собралась. Вот ты поум... Вот ты поумучаешься. Я так понимаю, что у девочек самих там какие-то проблемы. Шантажистка. А ты обманщица. Ну ладно, ладно. Я Ольгу Дмитриевну попрошу в городе купить. Потерпи. Сметана. Но не надейся, что я забуду. Чтобы она-то и забыла. Заметана, надо говорить. Заметана. Но все равно не надейся. Девчонки, что с них взять? Я кое-как почистился от пыли и направился к выходу. Сеня, постой. Мика ухватила меня за руку, но тут же смущенно отпустила. Что-то случилось? Случилось. Мика посмотрела на меня, мне на плечо. Сень, ты только не ругайся, а? А почему я должна ругаться? У тебя это... Она вздохнула. Рубашка. Прости, пожалуйста. Я слишком сильно дернула, когда ты убежать хотела. И вот... Порвалась. Я пощупала рукав. Шов на плече разошелся, так что теперь моя оформенная белая рубашка с золотыми пуговицами обзавелась дополнительной вентиляцией. Мику так трогательно расстроилась, что я не мог сердиться. Вместо этого улыбнулся и дружески дотронулся до ее плеча. Вечером зашью. Минутное дело. Мику, не переживай ты так. Все равно, бу, рубашка не моя, мне ее вожатая дала. Алиса покачала головой. Нет, так ходить нельзя. Дмитриевна увидит, ругаться будет. Надо что-то сделать. А у вас иголка с ниткой найдется? Сенька! Алиса покрутила пальцем у виска. Мы же музыкальный клуб. Она помолчала, улыбнулась и прибавила. Конечно, у нас есть иголки и нитки. Дай на пять минут, я заштопаю. Могу себе представить. Мику, а где твоя коробочка с шитьем? Тащи сюда. Мику полезла в тумбочку и принялась шуршать и рыться там. При этом она наклонилась так сильно, что можно было увидеть плавную линию ее тронутых загаром бедер в промежутке между юбкой и краем чулок. Хотелось верить, что нитки найдутся не сразу, а затеряются где-нибудь в дальнем углу и поиски затянутся. Увы, меньше чем через минуту раздалось довольное возглицание, и Мику повернулась к нам, показав коробочку с швейными принадлежностями. Я потянулась, была к ниткам, но Алиса меня остановила. Семен, быть членом нашего кружка это не только изнурительная репетиция и тяжелый труд. Это еще и три прекрасные пионерки. Нет, две с половиной прекрасные пионерки, готовые помочь товарищу в трудную минуту. Ничего не понял, переведи. Ой, Микуль, смотри, какой он сообразительный. Ну, просто настоящий басист. Алиса, меня гитары по голове шарахнули. Мне простительно. Ты о чем? Ну, все, хватит. Я же извинилась. А это к чему? Ты рубашку-то снимай. Зачем? Затем, что Мику у нас не только красавица, она еще и шить умеет. Да, Микуля? О-о-о-о. Мику оживленно закивала. Умею. У меня в школе только пятерки по домоводству были. А еще мне мама учила. Я очень хорошо умею. Ну, не так хорошо, как играть, конечно. Это ведь совсем другое. Хотя я... Хотя и там, и там точность движения очень важна. Мама говорит, что нужно разбираться во всех домашних делах, чтобы стать хорошей женой. Так что раздевайся. А? Какой неожиданный поворот. Ой, я не то хотела сказать. Ну, вернее, я сказала то, что хотела. Просто не имела в виду полностью. А то подумаешь, что надо все снимать. Алиса едва сдерживала смех. Мику имела в виду снимай рубашку. Погуляешь, она рука в тебе пришьет. А вообще, может, она хотела тебя целиком осмотреть? Ребра пощупать? В зубы заглянуть? Я не знаю, как там вообще у байсистов на базаре выбирают. Мику, ему все снимать? А Мику помотала головой. Алиса, не язви, я просто оговорилась. Да? А глазки такие хитрые-хитрые. Ну ладно, оговорилась-то, как говорилась. Через часик сделаю, хорошо? Или тебе срочно надо? Просто нам нужно кое-что еще по местам разложить. Уже начали, не хочу прерываться. А то настроение пропадет. Час? А мне к голому все время бегать? Ну, чего сразу к голому? Я ж тебе штаны снимать не предлагаю. Вот тебе футболка Толика. Наденешь пока. Не кривись, она чистая. Он как раз постирался и хотел в домик забрать. До того, как все случилось. Алиса вздохнула. Я почувствовала неловкость. Нужно было что-то сказать. Вы уж извините, что так вышло. Да ничего. Ты иди, Ольга Дмитриевна, расскажи, что жив-здоров. А то, пока ты тут сидишь, Мику не на шитье смотрит, а на тебя. Пришьет еще рукав на спину. Тебе ходить неудобно будет. Алиса! Мика сделала вид, что сейчас бросит в нее коробку с нитками. Да шучу, я шучу. Я отошел в сторону, снял рубашку, натянул безразмерную белую футболку и отправился в наш с Ольгой домик. Нужно было объяснить, что меня взяли в плен и приговорили к двум неделям музыкального образования. А значит, оформлять сцену придется уже без меня. Что-то, кажется, нас не отпустят. По пути к домику мне встретились Славя и Лена. Славя тут же обеспокоенно подбежала ко мне. Семен, ну как ты? А то я пришла, никого из вас нет, лестница сломанная лежит. Саша с Сережей говорят, что вас в медпункт унесли обоих. Называется, доверила руководство руководить работами. Насчет только не знаю. Вроде в город на рентген увезут. А я в порядке, не волнуйся. Скажешь, тоже не волнуйся. Знаешь, как я испугалась? Нашла тебя у музыканток. Они меня не пустили и сказали, что тебя беспокоить нельзя. А чего тебя туда вообще понесли? Не знаю. Они сказали, там нашатырь разбили в медпункте. Нашатырь? Странно, я не слышала. Ну, неважно. Как твоя голова болит? Алиса сказала, ты сильнее ушибся. Ерунда, шишка будет, вот и все. Лена очень серьезно посмотрела на меня и покачала головой. Виолы до вечера не будет, так что ты смотри. Если разболится, приходи я тебе, Анальинда. А если кружиться начнет, сразу вожатой говори. Да не переживайте, вы так. Ну, на хозы работают, мы тебя больше не берем. Как голова пройдет, приходи, поплаваем или в волейбол поиграем. Я ведь обещала научить. Ой, с этим теперь будет сложно. Меня это в мус-клуб записали. Сказали, что будем много репетировать. Вот как? А ты музыкант? Нет, совсем не умею. Но тебя в клуб записали. Ага, кажется, басистом. Понятно. Ну, раз ты так говоришь, ну, мы пойдем, наверное. Девочки ушли. Так, слиняли тихоря. Они отошли на несколько шагов, но я все же услышал. Странные он вещи, говорит. Может, сильно ударился? Не знаю. И правда странно это все. Может, ему померещилось? Девушки ушли по своим пионерским делам, а он и я отправился в наш с Ольгой домик. Хотелось прилечь. Слушайте, а что же нам могло померещиться-то? Мне уже стало интересно. Голова все еще побаливала. Да и все эти утренние работы на свежем воздухе забрали кучу сил. Думаю, если я засну на полчасика, никто не будет против. Слушайте, а призрак? А все остальное? Ну, расскажите же, что будет дальше. Лежишь, Семен? Угу. Как себя чувствуешь? Ой. Я с удивлением понял, что чувствую себя нормально. Мелькнула мысль, что это мог быть только сон, но стоило дотронуться до места, где мне стукнули, как... Ай, нет, все было наяву. Ну, голова не болит. И ладно. Да вроде нормально, спасибо. Раз нормально, чего режим нарушаем? Валяемся на кровати днем. Вставай, чай пить. Чай пить будем. С пряниками хочешь? Очень. Очень. Ольга налила нам чай и достала из шкафчика пакет со сладостями. Давай к столу. Говорить будем. Угощайся. Ммм, как здорово пахнет. Говорить? А о чем? Может, о том, как я сюда попал? И что будет дальше? Пора бы уже. Что расскажешь про несчастный случай? А то Славе отлучилось. Алиса путается в версиях. А Толик вообще утверждает, что не понял, как все случилось. А на лицо два пионера. Один с ушибом, второй вообще без сознания. Да глупо как-то это все вышло. Отвлекся, когда транспарант подавал наверх, толкнул Толика. Ну а дальше вы знаете. И сам столкнулся. Знаю, знаю. А на что отвлекся? Как же ей объяснить в самом-то деле? И не придумывать ничего? Не придумать-то ничего. Не говорить же правду. Глупо как-то все вышло. Одно к одному. Тут Алиса, там Толик. Как-то кликнули с двух сторон. Я от неожиданности толкнул лестницу. Да вроде правдоподобно. Можем реконструкцию провести. Нет, не надо умничать. Причину надо указать, по которой случился, несчастный случай и принятые меры. Двочевская говорит, что нечаянно толкнула Толика. А ты говоришь, что нечаянно толкнул Толика. Кто-то из вас врет, конечно. Но я сама виновата, не уследила. Думаю, все обойдется. Черт, как смена началась. То деретесь, то колечитесь. Ладно, пионеров больше к таким работам не подпускаю. Алиске внушение сделаю. Только не решила, за что. За вранье или за то, что друга с лестницы уронила? Она разговаривала больше сама с собой, чем со мной. Явно была расстроена. Вот уж не думала, что в местах вроде этого лагеря тоже будет бумажная возня. Очень захотелось подбодрить и успокоить Ольгу. Но нужные слова не нашлись. Алиса меня выгораживает? Очень мило. Но оставить это просто так нельзя. Сам не знаю почему. Ольга Дмитриевна. Ммм? Тут такое дело. Алиса соврала. Она не толкала лестницу. Это я. Вот как. Угу. Не наказывайте ее, пожалуйста. Вот уж не думала, что Двачевская будет за кого-то заступаться. Интересно, почему? Ну ладно. Так и напишем. Внезапный приступ головокружения. Убедительно звучит. Еще как. Могу добавить объяснительную. Хотите? Я здорово умею. Такой молодой, а уже бюрократ. Нет, пока не нужно. Ольга помассировала виски, потом устала улыбнулась. И еще. Боишься высоты, воды, темноты, клоунов. Не надо стесняться. Надо было сказать. Ладно, только просто сильно ушиб. А если бы ты сам упал? Что мне бы потом с тобой делать? И еще вопрос. Ты говоришь голову ушиб транспарантом. А тут говорят, что она тебя гитарой ударила. Да так, что ты сознание потерял. Это правда? Да ну, она скорее своим телом гитару прикроет. Ломать инструмент, а мою голову даже представить не могу. Это я только поймать пытался. Столкнулся. Ладно, так и запишем. А насчет, что делали бы, я не думаю, что меня кто-то искать будет. Да вы и сами знаете. Подозреваю, что даже документов на меня нет, верно? Как обычно, когда я задавал подобные вопросы, Ольга Дмитриевна мастерски притворялась обычной вожатой. Не понимаю я тебя, Семен. Шуточки у тебя. Все документы есть. Неизвестно же ты появился. Как скажете. Как скажу? Вот как я скажу. Иди-ка ты ужинать. Аппетит не испортил сладким. Нет, спасибо. Мой аппетит он такой. Его не перебить. Тогда беги. Вернешься, не шуми. Я лягу пораньше. Если что, все ключи у Слави. Меня не будить. Я устала сегодня. Сил нет. Хорошо, может вам принести что-то в столовой? Не нужно. Но спасибо, что предложил. Очень мило с твоей стороны. Ольга в зир ушла мне волосы. Давненько мне так никто не делал. Наверное, с самого детства. Я почувствовал, что краснею. С чего бы вдруг? Действительно интересно. После ужина меня крепко взяли в оборот. Первой успела Славя. Семен, раз уж ты... Раз у меня тут кое-что недоделанное осталось. Может закончим сегодня? Славя, не могу. У меня... Его я пригласила. Мешалась Женя. У меня полки двигать нужно, так что извини. Попользовалась сама, уступи другому. Жень, я тоже не могу. У меня... О, девчат, Семен поступает в собственность музыкального клуба. Так что, кто не успел, тот опоздал. Отстранила их Алиса. А вожатая в курсе? Поинтересовалась Славя. Вожатая? Она не возражала. Ладно. Разочарованно вздохнули пионерки. Где это Мику делось? Тебя же чуть не увели из-под носа. Алиса отстранила Женю и Славя, подхватила меня под руку и потащила в мускружок. Ну вот так всегда, ребят, нас всегда девочки разбирают. Мика уже сидела там, с аппетитом грызя большое румяное яблоко. Я думаю, ребятки, мы сейчас с вами делаем перерывчик. Если вы хотите знать, что будет дальше, что же это за тайна, о которой говорили Лена и Славя, о чем там вообще они говорили, что почудилось нам, мы уже узнаем в следующей серии. Поэтому, если вы хотите узнать, что будет дальше, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик возле подписки. Увидимся в новой серии. Хорошего вам настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok